Владыка Благословитель, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья, сестры. Сегодня у нас продолжение направления миссионерского и наша тема – миссия на Камчатке. Больше, конечно, если более конкретно, тема наша посвящена будет миссионеру Владыке Нестору Анисимову, или, как его еще говорят, апостол Камчатки, называют его так. Вообще, миссионерская тема – очень интересная тема. Не всегда мы в течение своей повседневной жизни, деятельности уделяем внимание. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Но вот когда соприкасаешься с этой темой, ты понимаешь, что вот есть, допустим, такая серия книг, это в светских изданиях, как в ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Но вот есть еще, я бы так назвал, жизнь замечательных людей, церковных людей. И, наверное, вот одно из самых интересных направлений вот в этой серии было бы, это жизнь миссионеров, их деятельность. Действительно, это приходится очень часто восхищаться, удивляться подвигу, равноапостольному подвигу, вспоминать, конечно, слова «Вот мы, как говорили апостолы, оставили все и последовали Господи за тобой». Вот это, конечно же, пример для нас, такой вот насущный пример. Конечно, не каждому из нас нужно ехать на Камчатку или на Дальний Восток, или в Сибирь, или еще куда-либо, но тем не менее. И вот сегодня мне хотелось бы начать вот цикл лекций о владыке Несторе, кратким экскурсом об истории, провести исторический экскурс по миссии на Камчатке, как начиналась и как эта миссия проходила. Камчатка была одним из самых дальних географических и социальных объектов миссии Русской Православной Церкви. Первыми на северо-восток России приходили служилые, казаки, стрельцы и промышленные люди, которых влекла надежда на быстрое обогащение. А промысловые артели пополнялись добытчиками морского и пушного зверя за счет крещенного коренного населения. Хозяин артели, получив разрешение епископа или благочинного, крестил коряка, итальмена, алиута или чучу, давал ему свое имя и фамилию, тем самым как бы вводя в свою семью. Миссионер или приходской священник появлялись на этой территории после того, как возводились остроги и процесс присоединения к России укреплялся сменными или стационарными военными и казачьими гарнизонами. В 1705 году по благословению митрополита Тобольского и всея Сибири Филофея Лещинского на Камчатку с миссией проповедника прибыл архимандрит Мартиниан. Я, к сожалению, не нашел его портрет или какое-то изображение. И фамилия его для меня в этом случае осталась неизвестна. За 12 лет его служения крестилось около 100 местных жителей. Я тут хочу отметить, официально миссия ведет свое начало с 1742 года, но вот уже в 1705 году уже фактически миссионерская деятельность, служение уже осуществлялись. В это время происходили казачьи бунты в Камчатских острогах, поднимались восстания большеретских камчадалов. В 1717 году при архимандрите Мартиниане первопроходец, первооткрыватель Курильских островов, казак Иван Петрович Козыревский, принял монашеский постриг с именем Игнатия. Между Нижним острогом и рекой Ключевкой он основал пустынь в честь Успения Пресвятой Богородицы с Богодельной и Мастерскими. Вот, пожалуйста, уже начало XVIII века и уже мы имеем информацию о основании пустыни в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вот в 1717 или в 1718 году архимандрит Мартиниан мученически погиб. Точно неизвестно, но возможно, был убит собственными людьми по наущению какого-то казака, либо же камчадалами. Опыт первой миссии выявил главную проблему в распространении православия на Камчатке – наличие языкового барьера. Мы уже говорили про это, когда знакомились с жизнью деятельности владыки Иннокентия, владыки святителя Николая Японского. И там эти святители, эти миссионеры равноапостольные, они, конечно, упор делали на изучение языка того населения туземного, среди которого они проповедовали, несли миссионерское служение. Ну, это как бы основная такая проблема. Миссионерам необходимо было обладать языками аборигена, чтобы общаться с ними и совершать богослужения на понятном им языке. В то же время нужно было открывать школы и обучать русскому языку детей местных и взрослых. Такую задачу поставил сенат перед новой миссией. Определением 22 декабря 1730 года сенат дозволил давать крестившемуся льготу при выплате ясака, или ясака, ну, налог, на 10 лет. Было решено послать на Камчатку образованного священнослужителя. В 1732 году посольство возглавил учитель Московской славяно-латинской академии игумен Варфоломей Филевский. Его миссия не достигла полуострова, но 200 букварей, которые везли миссионеров, все же попали на Камчатку. И вот интересный факт. Наверное, в школе вряд ли об этом ученикам говорят. Серьезное влияние на становление православия на полуострове Камчатка оказали и две научно-географические экспедиции Беринга-Чирикова. Первая была в 1725-1730 годах и вторая в 1733-1741 годах. По итогам докладов в Сенате капитан-командора Беринга на Камчатку вновь была отправлена духовная миссия. Корабельные ромонахи окрестили более полутора тысяч итальменов. В гавани, названной именем апостола Петра и Павла, ныне, понятно, город Петропавловск-Камчатский, была оставлена корабельная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В ней служил диакон Филипп Волков. И такие были результаты экспедиции. На этой карте указана вторая экспедиция, маршрут Витуса Беринга и маршрут Чирикова. А вот первая у нас экспедиция, она вот была, видно, зеленоватая стрелка вдоль Камчатки, Чукотки. Это вот была такая вот первая экспедиция берега Чирикова. Это вот изучение было побережье, я так понимаю, и знакомство с жизнью местных камчадалов и других национальностей. И вот доклад был, и доклад включал в себя также обоснование необходимости управления духовной миссии. Указом Сената 2 января 1742 года по инициативе епископа Тобольского и Сибирского Никодима на Камчатку направлялась новая миссия, главой которой был назначен иеромонах Иосаф Хатунцесский, возведенный сам архимандрита Камчатского. Вот интересный факт, архимандрит Камчатский. В миссию вошли иеромонахи Иосаф Свияжцев из Заиконоспасского в честь нерукотворного образа Спасителя Московского монастыря, также Пахоми иеромонахи из Московского в честь Богоявления монастыря, иеродиакон Александр из Донской иконы Божьей Матери в Московском монастыре. Вот с разных Московских монастырей отправили. А также студенты Славяно-Латинской Академии, избранные для преподавания в школах для новопрещенных и также письмоводства. Всего 7 человек. Вот в декабре 1742 года Синод утвердил инструкцию для Камчатской духовной миссии, в которой в частности определил никаких не употреблять насильственных мер к привлечению иноверцев к крещению, но располагать к тому кротким и постоянным убеждением и объяснением заслуг искупителя. Это именно конкретная инструкция Архимандриту Хатунцевскому. Положение инструкции отражали не только терпимость правительства, но и боясь бунтов инородцев, а также нежелание массовой христианизации Камчатки. Так как язычники-коченники платили ясак мехами, а крещеные получали право жить оседло в поселениях и заниматься земледелием. Вот интересный момент. Я на него обратил внимание, что не было цели поголовно крестить, потому что, как вы видите из этого положения, как бы убыток был бы, недобор был бы мехов, ну, наверное, рыбу, что, в общем, продукты, которые добывали местные жители. Вот покрестился, получил право оседло жить. Оседло – это значит, что уже не кочуешь, не меняешь место жительства, где там пастбища какие, где зверь мигрирует, там его добывали, где рыба там заходит туда или сюда. А живешь оседло, и уже от тебя как бы практической выгоды, пользы меньше. Вот я, повторяюсь, отметил этот интересный факт. Помимо утвари, облачений и книг, миссия была снабжена более чем 210 тысяч нательных крестиков. Ну, серьезное такое количество, серьезное. И 50 тысяч игл для подарков. Ну, иглы очень ценились, это дефицит был у местных жителей. Позже мы познакомимся с тем, что недобросовестные, жуликоватые промышленники, ну, в общем, простодушных местных жителей зачастую обманывали. В том числе и иглы будут фигурировать в этой информации по обману. Архимандрит Иосаф добился повышенного жалования для членов миссии от 100 до 500 рублей в год и для камчатских притчетов 40-80 рублей. Ну, а в 1744 году миссионеры получили хлебную дачу крупой и мукой. Местные власти распорядились выстроить для них дома, а для обучения детей – школы и выделить для перевода проповедей «Толмача и солдат». Вот 9 августа 1745 года миссия достигла Камчатки. 13 августа прибыла в Большевецкий остров, а первая школа была открыта уже 23 августа. Насколько оперативно все. Ну, конечно, подготовка уже была, и вот, видимо, были помещения, но очень быстро, очень. В 1745 году, через 5 дней, вот после того, как открыта первая школа, учителя разъехались в другие населенные пункты Камчатки. Школы начали работать в Большевецком, Верхнекамчатском и Нижнекамчатских острогах. А в 1746 году открылись школы и в других острогах и поселениях, а также в гавани апостолов Петра и Павла. Всего 15 школ, в том числе и на Курильских островах. Школы посещали 239 учеников, в большинстве своем дети местного населения. Эти учебные заведения готовили грамотных людей для работы в церквах, школах, приказах, в помощь промышленным людям и тайонам, то есть местной знации. По просьбам архимандрита Ясапа и ермонаха Пахоми, учащимся детям 13 января 1764 года указом Сената постановлено выдавать хлеб, одежду, обувь и даже жалования. По выходе учащихся из училища или школы они освобождались от Ясака, а при назначении в ряды служилых и в церковнослужащие им давалось преимущество перед детьми казаков и промышленных. Таким образом, начался процесс формирования своего рода национального сословия грамотных людей. По ходатайству начальника миссии и по его чертежам построены церкви на реках Тегили, Ичи и Ключевки. В Верхнекамчатском остроге молитвенный дом преобразован в церковь. Благодаря усилиям миссионеров крестилось около 4 тысяч жителей Камчатки. Архимандрит Ясап, кстати, совершил 4 путешествия по полуострову Камчатка. В январе-феврале 1746 году на севере Камчатки произошел бунт коряков, южагиров и алюторцев, к которым также присоединились крещенные тельмены. Но причиной бунта послужили злоупотребление казаков и сборщиков Ясака, а не христианизация, как безосновательно указывается в ряде источников. И один из признаков того, что это не был антихристианский бунт, бунтовщики не рушили крестов. Во время беспорядков местных жителей были убиты и романах Флавиан, посланный крестить, студент Кочуров, дьячок Смирнов, Кономарь Решетков, а также 40 солдат и 12 сборщиков налога. В мае 1750 года архимандрит Иосаф покинул Камчатку в связи с Хератониево, епископа Якутского. Он же миссию после него возглавил и романах Пахови, и он же стал управителем Камчатскими церквами и причнами, сменив на этом служении умершего священника Ирмола Иванова. Иосаф сообщал в Синод о крещении почти всех коренных камчатских жителей, за исключением кочевавших в малодоступных удаленных местах. Окрещенных на Камчатке всех прежде и вновь окрещенных ясашных и неясашных обоево пола и наземцев 7776 человек. В 1761 году, 31 декабря в самом конце, на Камчатку доставили указ Синода 22 июня 1758 года, вот три года почти, даже не почти, а даже больше шел. Указ об упразднении миссии. Иркутский святитель Сафроний Кристальевский писал в Синод, что церквами на полуострове управляет член Камчатской духовной миссии протерей Стефан Никифоров. Весной 1762 года иеромонах Пахоми с иродиаконом Ксентием и несколькими студентами покинули полуостров. Но два студента по собственному желанию, Логинов и Грязной, остались на Камчатке для дальнейшего служения. К началу 60-х годов XVIII века на Камчатке насчитывалось семь церквей с 9959 прихожанами, почти 10 тысяч прихожан. Значительный вклад в миссионерскую деятельность прихожанских священников. Вот настоятель Ключевской церкви священник Максим Лазарев крестил за полгода в бассейне реки Карага и в Алюторских острожках 69 коряков Алюторов. Посетив остров Карагинский, Лазарев крестил 50 эталеменов и коряков, а по возвращении шесть Алиутов, завезенных промышленниками на Камчатку. В 1777 году священник Иоанн Миронов крестил население острова Карагинский, а в 1779-м игильский священник Петр Попов побывал на реках Подгагерной и Пустой. Это вот от Игибля 400-500 верст. Это все очень, конечно, далеко друг от друга отстоит. Понятно, что это определенные трудности, но работа велась и успешно. И положил начало озарения крестьянством кочующих там коряков, крестив 11 человек. К 1744 году трудами приходских священников Камчатки и романахов экспедиции Беринга численность новобращенных крестьян на полуострове составляла более 6 тысяч человек, то есть две трети камчатанского населения. Порой крещение осуществлялось и мирянами. Так на Курлицких островах некто из Иркутска, сын Боярский Матвей Новограблиный, сборщик налога, в 1740 году через дозволенное мирянину крещение собрал в церковь Христову 122 души сих простодушных островитян. В 1822 году было основано Камчатское духовное правление, благочиние. И вот было принято решение об усилении деятельности Камчатского благочиния по христианизации коряков, чьих других северных народов. В этих целях за счет казны были построены и освящены церкви в национальных островшках Транко, Лесная, первая на восточном побережье, вторая на западном побережье Камчатки. В 1836 году была освящена во имя церковь, во имя святителя Иннокентия Иркутского. А 12 февраля 1837 года во имя святителя Николая Чудотворца. В месте Гижига, вместо обещавшей, была построена новая церковь в честь нерукотворного образа спасителя. В местах проживания оседлых коряков и на путях традиционных кочевок оленеводов были основаны опорные пункты для миссионерской деятельности. В 1839 году священники Лесновской и Драгинской церквей крестили первых чукчей, кочевавших в этих краях. Первым чукчей-христианином стал Тайон Чинник, ну и знати. Причиной столь неожиданного и долгожданного события было проведение благоприятной национальной политики в отношении коренного населения, а также продемонстрированный миссионерами благотворный пример новой жизни комчадалов, принявших не только христианство, но и русскую культуру. Они проживали в рубленых домах, занимались огородничеством и разведением домашнего скота, что гарантировало круглогодичное пропитание даже в безрыбные годы. Ну, понятно, что местное население зависело от территорий, природы. И, конечно, выпадали годы, когда рыбы мало, когда зверя мало и голодали. И вот в 1840 году была образована Камчатская, Курильская и Оливудских островов епархия. Ее первым епископом стал протерей Иоанн Попов Вениаминов, принявший постриг с именем Иннокентий и возведенный в Сан-Архимандрита, ну и епископа. Вот в 1841 году святитель Иннокентий был тогда в Троице Сереговой Лавре, он был в МДА, и несколько студентов он уговорил отправиться с ним на Камчатку. Мы уже знакомились с деятельностью святителя Иннокентия, немножко коснемся его деятельности на Камчатке, повторим чуть-чуть коротко. Святитель Иннокентий учил юных миссионеров тому, что не только молитва, исполнение треб и проповедь Слова Божия могут привлечь в православие коряков и чубчей, долго сопротивлявшихся продвижению веры в приполярные районы. Большое значение имеет благочестивая жизнь священника, его нелесомерное служение людям и Богу. Трудолюбие, нравственные устои и любовь к пасту. Примером стало служение священника Стефана Попова-Вениаминова, родного брата святителя Иннокентия, который прибыл на Камчатку с малолетним сыном в сентябре 1834 года и вскоре был назначен настоятелем в строившуюся Николаевскую церковь в селе Месная. Отец Стефан обучил коряков разведению домашнего скота, строительству домов, объяснил устройство печей. При помощи учеников, прихожан коряков он основал поселок и благовидную церковь по русскому образцу. В 1843 году по благословению епископа Иннокентия эта церковь была перенесена на реку Паламу и стала называться Лесновско-Паланская Николаевская. В том же году он отправил на три года в Анадырь священника Романа Верещалина. Вот с 1844 по 1849 года отец Роман с Пономарем Трифоновым крестил около 225 чучи. А в 1844 году на базе Гижинской и Спасской церкви была создана Анадырская миссия. Необходимость личного участия в делах миссии и приходов обуждала святителя Иннокентия совершать далекие рискованные путешествия по Ковчатскому краю и Восточной Сибири. В 1842-1943 годах он объехал всю епархию. Выехал 8 мая 1842 года из Новоархангельска, это на Аляске, ныне Ситка, США. Посетил остров Оналашка, Еловы, ныне Спрус, Атка, Унга, Прибылова и Беринга. 19 августа прибыл в Петропавловск, который мы знаем как в Петропавловском частке. Служил в соборе святых апостолов Петра и Павла, осветил в нем предельный храм. Затем совершил переход через Чукотку и добрался до охотской на собаках и оленях. Занимался устройством епархиальных дел и организацией миссий среди местных народов. Преодолев более 5000 верст и для нашего времени огромное расстояние, 6 сентября 1843 года вернулся на остров Бараново. Позже он совершил второе путешествие по Камчатской епархии и дальше еще совершал и третье у него было путешествие. Кто-то говорит, что и четвертое было у него путешествие. Вот интересно, как писал святитель Иннокентий оберпрокурору Синода Протасову. Он подчеркивал, что задача просвещения должно быть укоренение прежде всего благочестия и нравственности среди детей. Вот цитата. Измерение просвещения народного числом грамотеев кажется очень может быть ошибочным, потому что грамотность бездравственности у простого народа есть то же, что нож у своевольного ребенка. Кто большей частью является причиной различных расколов? Бездравственные грамотеи. И, следовательно, кто опаснее для спокойствия Отечества бездравственные грамотеи. Вот святитель Иннокентий очень, я бы сказал, так сильно всегда выражался. Великий, считаю, святой, великий ум, великий труженик. Святитель считал необходимым обучение детей при церквах и возложение преподавания на священников под надзором благочинных и архиевых. В письме 21 мая 1851 года митрополиту московскому и коломенскому филарету Дроздову епископ Иннокентий сообщал, что из всех разноплеменных инородцев, обитающих в пространстве Дежиганского округа, до ныне просвещены святым крещением одни только тунгусы, все до одного, и несколько коряков. В 1844 году начали креститься чупчи, живущие вблизи реки Анадыри, все же прочие народы, бродячие коряки и другие, живущие оседлым на берегах Берингово, моля между Алюторцами и Устем, реке Надыри и даже Паренцы и Каменцы, остаются еще во тьме и синий смертной. И потому, призвав помощь Спасителя мира, я поручил вновь определенному Дежиганской церкви священнику Льву попову проповедовать Евангелие корякам и прочим инородцам, обитающим в Дежиганском округе. Дело для этого – разъезды. В 1862 году на пожертвование купца Брагина при помощи местных жителей в селе Мартове была построена церковь святителя Николая Чудотворца. При храме стала действовать новая Анадырская миссия. Гижиганскую походную церковь переименовали в Корякскую миссию. Однако после назначения в 1868 году святителя Иннокентия на московскую кафедру миссионерская деятельность на Камчатке пришла в упадок. Активизировались шаманы и появились жертвенники деревянной истукавой. Вот как многое зависит от личности и от деятельности личности. Активная деятельность камчатской духовной миссии возрождалась стараниями иеромонаха Нестора Анисимова, о котором мы будем позже говорить подробно. Который прибыл на Камчатку в 1907 году по благословению своего духовника архимандрита Андрея Ухтомского и святаго праведного Иоанна Кронштадтского. Это сейчас мы видим фотографию молодого иеромонаха Нестора Анисимова. Архиепископ Владивостокский и Камчатский Евсеви Никольский направил молодого миссионера в Ежигу на должность настоятеля Спасской Церкви и миссионера 11-го Гежигинского благочиннического округа, включавшего и стан Гежигинского корярского миссионера. Предшественник Ацанестора, миссионер-священник Петр Лонгинов, в основном помогал совершать богослужения и требы священника, которые долгое время не могли попасть в села округа. Округ объединял национальные корякские села, их довольно много. Там проживало коряков 7530 человек, в другом округе 4434, ну и так дальше. Но немногочисленные коренные жители, которые приняли крещение много лет назад, не помнили даже своего христианского имени. То есть свидетельство как бы того упадка, о котором сказано. Основная их масса, кочевники, пребывали в язычестве. Чукчи, за небольшим исключением, вообще не были крещены. Коренные жители Камчатки голодали, вымирали от эпидемии, трудных условий жизни. Но каковы эти условия жизни? Мы, опять же, познакомимся, когда будем знакомиться с жизнью и трудами отца Нестора, владыки Нестора. И романах Нестор одновременно с проповедью и просвещением стремился оказывать посильную медицинскую помощь местному населению. Вот уже в 1908 году отец Нестор овладел несколькими языками коренных жителей и перевел на корягский язык божественную литургию, молитвы, проповеди и беседы. Некоторые главы из Евангелия составил русско-корягский словарь и разговорник. На тунгусский и венкийский язык он перевел молитву «Отче наш», заповеди Моисея и заповеди блаженства. К возрождению Камчатской духовной миссии предшествовала организация Камчатского православного братства, которая возникла по инициативе отца Нестора. Очень интересная история этой инициативы и предпринимание усилий отца Нестора. Когда читаешь, вроде как просто. Захотел, поделился с кем-то и тут же получил одобрение. Нет, все намного сложнее, но и интересно. И вот по инициативе отца Нестора с целью привлечения внимания общества к тяжелому положению коренных жителей полуострова и инициирования сбора средств для помощи им, местным жителям. Ермонах Нестор стал свидетелем катастрофических последствий наводнений в Гижиконском округе, обрекшего население на голодную смерть. Он решил привлечь внимание правительства и общественности к проблемам Камчатки, отправив письма в Владивостокскую епархию, в Казань, своему духовному учителю, епископу Ефимскому Андрею Ухтомскому. Он еще был духовником будущего отца Нестора и направлял его на стезю духовную, священническую, миссионерскую. Впоследствии он стал епископатом. А также письмо написал отец Нестор и святому праведному Иоанну Кронштадтскому, который, мы позже ознакомимся, сыграл тоже очень такую значимую, немаловажную роль в жизни не только отца Нестора, а и семьи всей. Иерманах Нестор убеждал адресатов, что для объединения усилий в миссионерских делах нужна самостоятельная духовная миссия на полуострове, отдельная от Владивостокской. Приходы размещались на огромной территории, и управлять ими не только из Владивостока, но и благочинному из Петропавловска было сложно. И архиепископ Владивостокский Евсевий, и святой Иоанн Кронштадтский оказали молодому миссионеру поддержку в этом начинании. Вместе с тем, общегосударственное значение проекта фиромонаха Нестора по достоинству оценил председатель Совета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин. 5 февраля 1910 года в письме оберпрокурору Синова Лукьянову он отметил, что, цитата, для органического приобщения этого высшей степени важного в государственном и экономическом отношениях края к остальной России и противодействия проникающему в него японскому влиянию со стороны государственной власти должно быть обращено особое внимание на духовно-просветительскую деятельность. В качестве ближайших задач Столыпин назвал учреждение кафедры векарного епископа с пребыванием на Копчатке, увеличение миссионерских станов, открытие Петропавловской церковно-учительской школы, организацию работы по переводу религиозных, церковных и общеполезных книг на местные языки. В столице идеи молодого миссионера поддержали многие влиятельные люди, в том числе члены Государственной Думы, Государственного Совета, профессора, директор Госбанка, генералы. За короткое время были собраны пожертвования от 200 лиц, ставших учредителями Камчатского братства. Большую поддержку и романаху Нестору оказали император Святой Мученик Николай II и императрица, мученица Александра Федоровна, вдовствующая, также вдовствующая императрица Мария Федоровна. И 5 апреля 1910 года миссионер был приглашен в Царское Село на аудиенцию к императору. Ознакомимся и с этим подробно, как вспоминает сам владыка Нестор. Очень интересно. Высочайшая поддержка способствовала утверждению устава Камчатского православного братства в Синоде. 7 апреля 1910 года императрица Александра Федоровна подарила романаху Нестору церковное облачение, предметы церковной утвари, 100 шейных образков и 50 малых евангелий. Дальше продолжал в столице отец Нестор вот эту деятельность по организации братства и успешно получал другие подарки. И вот мы, я думаю, в следующий раз начнем уже подробно ознакомиться с жизнью, с трудами апостола Камчатки, владыки Нестора Анисимова. Благодарю всех за внимание. Спасибо, Господи, за то, что потерпели меня.